Основные виды продукции – синтетические и технические ткани. Сферы использования этой уникальной с технологической точки зрения продукции разнообразны. Текстильная, химическая, пищевая, электрохимическая, металлургическая, строительная и другие отрасли промышленности. Сегодня глава муниципалитета Юлия Купецкая побывала на старейшем предприятии Серпухова, заводе «Химволокно» и познакомилась с процессом производства. Этот станок – ткет сетчатый электропроводящий полотно из стеклонити, аналогов которому в России нет. Такое полотно используют, например, в системах теплый пол. Оборудование умное, очень современное. Работу его контролирует один мастер участка. Этот цех появился два года назад, когда предприятие в рамках своей программы модернизации закупило линию немецких станков. Главе муниципалитета показывают, как организован производственный процесс. Готовые изделия даже можно потрогать. «Химволокно» – предприятие с давней историей. С 1945 обеспечивает многочисленные сферы промышленности России техническими тканями. Эти ткани из хлориновых и фторлоновых нитей, которые являются наиболее стойкими для работы в различных агрессивных средах – на химических, гальванических, нефтехимических производствах, а также ткани из электропроводящих бикомпонентных нитей. Вот в этом цеху ткут ткани, которые используются в оборонной космической промышленности. Работа здесь максимально кропотливая. Сейчас на заводе трудится 150 человек. Предприятие гордится своими династиями. В ходе сегодняшней экскурсии разговор и о том, где в Серпухове можно использовать наработки предприятия. Хотели бы сотрудничать с муниципалитетом. В первую очередь, сотрудничество основано на уникальных свойствах наших нитей и тканей. Это электротеплообогреваемые вещи. То есть антисосуличные устройства, антиморозные и так далее. В Серпухове уже запущен один пилотный проект. На крыше гортеатра в январе завершили монтаж антиобледенительной системы. На крыше в местах возможного образования сосулек и наледи, а также в системах водослива проложили специальные, поддерживающие определенную температуру пластины. Выпадающий снег не успевает накапливаться. Тает и стекает в виде воды по водостокам. Это еще все проходит в тестовом режиме. Мы посмотрим, как это будет работать для того, чтобы не скапливался снег на кровле и чтобы не было сосулек. Текущая зима нам показала, что это действительно проблема. Может быть, предыдущие два года мы особо не замечали. Но сейчас мы действительно очень большой человеческий ресурс затрачиваем на то, чтобы удалить снег с кровель и чтобы удалить сосульки. Если эта система опробируется, покажет себя с лучшей стороны, наверное, стоит задуматься о том, чтобы начать хотя бы с образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений по установке таких систем. Знакомство с предприятиями города глава муниципалитета продолжит. Задача таких встреч – налаживание диалога и сотрудничество.